Всем привет, дорогие друзья! С вами Максим и представляю вам 10 эпизод видеопрохождения игры Ultimate Spider-Man. В данном эпизоде нам встретится очень опасный враг по кличке Жук, которого мы должны будем догнать, выяснить, что он, собственно, затевает, попить ему рожу. Приступаем к просмотру сразу же, сразу же после того, как вы перейдёте по аннотации или по ссылке в видеоописание и посмотрите обзор комикса Ашет Коллекшн от Иван Тоса. Давайте бегите, смотрите. Возможно, на момент выхода этого видео будет вторая часть обзора. Там будет Люди Икс от Ашет Коллекшн. Так что проходите, если вы ещё не подписаны на канал Ходж-Подж-Крю, то давайте скорее делайте это, чуваки. Всем приятного просмотра. Погнали! Вот, дорогие друзья, когда наступила глубокая ночь, луна освещает своим белым светом город Нью-Йорк, а детское время давным-давно закончилось, Человеку-пауку, Питеру Паркеру, Юнцу, следует как можно скорее прибыть домой, дабы не напороться на ругающую его тётю Мэй, которая беспокоится за её племянчика. Никак не отпустит своей повадки нянечки, а ведь наш Питер уже совсем не такой беспомощный, хотя откуда есть знать. Но! Человек нуждается в помощи! Уродские грабители его опускают, забирают его айфон 5С белого цвета. О, ну сейчас я тебе наваляю! Добропорядочный гражданин не может за себя постоять только потому, что он баба! Давайте отнесём... Спасибо, Человек-паук! ...гражданина в аптечку, в травмпункт, или как это называется, в больничку, в общем-то. Здесь нет разделения на типы больниц. Один-единственный момент. Ну, осторожней, дамочка. Не запачкай мне костюм. Что там тебе, ножку поломали? Или как так? Ты хоть свои вещички забрала у бичей? Нет, не так они тебе важны, потому что американцы не настолько привязаны к своим вещам, чтобы ради них калечиться. Молодец, паучок! Только наши русские бравые парни, у которых в кошельке вечно пусто, будут глотку рвать за свою последнюю ерунду. Только бы она у них осталась при себе. С кулаками лезть, голыми кулаками лезть на ножи, пистолеты травматические и так далее. Не нужно, а не нужно быть настолько привязанным к своим вещам. Жизнь-то, в общем-то, не такая короткая, чтобы расстаться. В ближайшей потасовке можно заработать на новую, более крутую штуку и так далее. Но Питеру очень, очень нужно... Стойте, а это не похоже на дом тети Мэй, как думаете? Нет? И что же нас тогда же здесь ждет? У-у-у, понятия не имею, давайте узнаем это! За 200 миль от побережья Соединенных Штатов надпись на экране. Да это же Халк! Нет! Какой Халк? Вы посмотрите, это самый настоящий гоблин! Цель обнаружена. Генерал Фьюри... Осборн, пропал! Да, сэр. Конечно, пропал. Так и было задумано. А это что? Генератор помех, скорее всего. Он блокирует наши воздушные сигналы. Это все, что мы нашли на затонувшей лодке. Если Осборн снова на свободе, стоит ли приставить к Паркеру охрану? Если мы сделаем все как надо, Паркер даже не узнает о том, что случилось. Мне так и везет каждый день. Почти каждый день. Не каждый. Эй! Где ты взял такой классный костюмчик? И под классный я имею ввиду эту резиновую пупырчатость. Не принимай это близко к сердцу. Если честно, как ты и сам мог заметить, я большой ценитель костюмного дизайна. Да ладно! Классный костюм! Извини! Боже! Ух, преследуем этого высокотехнологичного парня. Я серьезно говорю, я не знаю кто это, потому что не увлекаюсь этим и вселенной в полной мере. Жители в опасности! Таким образом, этот негодяй хотел остановить нас. Помогите! С дороги! Естественно, мы не можем пропустить. Не можем позволить людям погибнуть, пострадать, поцарапаться. Спасибо тебе! Огромное! А ведь они и сами могли выбраться оттуда. Ну что? Что стоит посмотреть? Они не ранены, просто стоят там. Помоги мне, Человек-паук! Ждут, пока машины взорвутся, или пока Человек в трико их спасет. И вот мы приходим на помощь всегда. Было бы так здорово, если бы ты помог кому-нибудь. Сказал приветик. От тебя бы уже не шарахались в стороны. На мост, скорее. Мы не должны сильно отстать. Хотя с его-то скоростью он уже давно должен был бы от нас ускользнуть. Но нет, мы преследуем. Негодяя! Послушай, Пупырчатый. Я не знаю, что ты задумал, но... Но сейчас я говорю сам с собой. Летит по параллельной улице. Преследуем. Ну вот уже практически столкнулись с ним. Ну уже, где ты? Я вижу его. Пришельцы? Спить не удастся. Нужно просто преследовать. Давай, стреляю своими паутинками вправо-влево. Цепляюсь за каждое здание. Эй, эй, только честно. Как думаешь, моя задница выглядит жирной в этом костюме? Он меня обхитрил. Человек-паук преследует железного человека? Нет, это не железный человек. Однозначно нет. Ого! Такой подлости я не ожидал. Ну же, скорее, нужно спасти человека. Человек-женщина в опасности. О боже, помогите! Кто-нибудь, помогите мне! Держитесь крепче. О нет! Не так крепко. Ну, вот она, скорая. Как всегда, поблизости. О, спасибо! Ну хорошо, летающая резиновая гусеница. Запарил летать. Дай угадаю. Стоит мне к тебе приблизиться, и ты снова начнешь улетать. А непонятно, почему он ждал нас. Он буквально ожидал, пока мы спасем эту несчастную женщину. А, и продолжим его преследовать. Эй, ты голоден? Как насчет забежать куда-нибудь и взять чего-нибудь перекусить? Нифига себе. Гранаты разные. Биополя оставляет. А, больно. Попробуй тут не отстань. Это? Слышь, по-моему, это был Человек-паук. Однако, действительно, броня похожа на Железного Человека. Плюс этот летает. Ты знаешь, я весь такой безнадежный. И эта ситуация вся такая безнадежная. Все очень плохо. Выпускает разные гранаты. Только в отличие от Железного Человека, ведет себя абсолютно неподобающим образом. Человека ненавистный, я бы даже сказал. Птенчик, не улетишь ты так далеко. Я настигну тебя. А что потом будет с тобой? Я не отвечаю за свои действия. Летает кругами. О, нет! О, нет! Люди могут пострадать. Держись, я вытащу тебя. О, боже! Спасибо, спасибо! Да, пожалуйста! Ух ты, нужно толкнуть машину. Что такое? Не получается. Ты там в порядке? Господи, ты в точности такая же, как и предыдущая. Вот последняя. Направляйся в безопасное место. Давай! Не слабо атаковал меня этот птенчик. Мне уже меньше половины жизни. Но я все равно преследую тебя. Какие плавные движения. Смотрите, его полет столь гарциозен. На окно смотри. Сколько частиц. Господи. Песочный человек. Надпись на пробирке. Эй! Я просто хотел поговорить. Но я начинаю думать, что ты предпочитаешь старый добрый мордобой. Ну что, погоня продолжается? Ну естественно. Знаешь, похоже сегодня я останусь без завтрака. Вот этот птенчик похитил некую секретную формулу. На ней было написано Сэндмен. Что могло означать только одно. Скоро появится песочный человек. И это будет явно недобровольный опыт. Постой же. Ах ты, говнюк. Довольно эффективно он задержал меня. Человека-паука. Очень высоко. Я не могу так же быстро забраться на здание. Ну вот похоже битва произойдет прямо сейчас. Ты очень раздражаешь. О, серьезно? Я все-таки думал, что я очаровательный, а не раздражающий. Ну что, погнали, старый добрый мордовой. Ладно, ладно. Пусть я оскорблен, но я не перестану тебя преследовать. Как-то его ослабить нужно, наверное. Не просто ж так ему пытаться лицо-то намылить. Знаете, я припоминаю это место. В предыдущем эпизоде на скорость пытался гонку здесь пройти. И хорошая причина завалить тебя, это то, что ты полный отстой. Стой! Не вижу, не вижу. Преследуемого. Бандита, куда ты делся? Но если серьезно, мне же нужно почему-то амурлу бить. Иначе как я буду чувствовать себя героем? Спасителем Нью-Йорка, Человеком-пауком? А твой боевой скафандр позволяет тебе что-нибудь, кроме как убегать? Ну же паренек, где ты? Не понимаю, камера кружится туда-сюда. Ага, вот он ты. Эй, а теперь моя очередь улепетывать от тебя. Похоже, обычные удары по лицу будут достаточны для нашего уважаемого друга. Но и он не дремлет. Как насчет покраситься в черный матовый? Будешь как пацанская девятка. Стреляет меня лазерами, различными полями. Пытается обхитрить, залететь сзади. Мне это уже надоело. Давай, выходи. На открытое пространство веди честный бой. Что ты там кружишься, непонятно. Ну серьезно, я его даже не могу в поле зрения поймать. Что ты со мной не разговариваешь? Ты меня не уважаешь? Ну хорошо. Не пытайся убежать. Ух ты. Это могло мне заставить некоторую неприятность. Эй, ты промазал. Какого черта? Ах ты. Сейчас моя пятка настигнет твою челюсть. Морда, морда, я кирпич, иду на сближение. Да получай! Еще разок! Ой-ой-ой. Куда ты опять делся? Хотя нужно признать, в этот раз я улетел. Под действием твоих мощных лучей. Эх, мне бы зонтик! Нет, твои гранатки мне нипочем. Сдавайся! Пока ты жив. Ничего себе! Ты, похоже, установил сумасшедший суперзлодейский апгрейд костюма. Ой-ой-ой-ой. Беда. Я падаю. Хотя в случае Человека-паука, можно сказать, что я снижаюсь. Ведь он никогда не падает и не попадает под удар. Давай уже. Подлетай ко мне. Нет, я не могу стоять спокойно и дать тебе прицелиться. У меня это не очень хорошо получается. Я не могу принять твою подачу, потому что ты облажался. Только что приблизился к нему и нет. Ой-ой-ой-ой. Я чуть не упал. Скорее подниматься. Обратно подниматься. Ну ладно, хорошо. Еще убей меня для полного счастья. Нет, нет, нет. Ну когда ты так летаешь, я не смогу тебя поймать. Знаешь ли, я начинаю принимать это близко к сердцу. Никак, никак не могу. Ну ничего, ничего, парень. Одно радует, что жить тебе осталось недолго. Вы посмотрите, он ускользает от каждого моего удара. Он практически неуязвим. Быстро как молния. Что ты со мной не разговариваешь? Ты меня не уважаешь? Ну хорошо. Ну давай. Я все-таки наношу более значимый ущерб твоему лицу, чем ты мне своими детскими гранатками. Несчастная пародия на Железного Человека. Ну ладно, хорошо. Еще убей меня для полного счастья. На. Или это я на... А твой боевой скафандр позволяет тебе что-нибудь, кроме как убегать? Куда ты делся? Куда ты делся? Нет, серьезно. Это просто нелепость. Эй, я знаю, вы все торопитесь и все такое, но вы случайно не видели огромного страшного робота с реактивным ранцем? Премного благодарен. Это просто здорово. А это значит только одно, что бой продолжится в следующих эпизодах видео-упражнения Ultimate Spider-Man, дорогие друзья. Но постойте. Кое-что особенное я приготовил для вас вот прямо в том эпизоде Ultimate Spider-Man, который будет прямо за этим. Не будет сюжетных миссий, ну как обычно, да, через один эпизод, но зато я открою первый свой костюм, разблокирую первый свой костюм в игре Ultimate Spider-Man. Это будет тот костюм, в котором Человек-паук выступал в борцовском поединке, ну типа в рестлинг, да. Вот именно этот костюм откроется, я буду счастлив и доволен. А вы ждите этот эпизод, ставьте лайки к данному, комментируйте и всем спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон»!